МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Север. В Наринмаре открыли главную новогоднюю елку в Ненинском округе. На Марацей прошло народное гуляние, на котором зажглись огни на всей площади. Основным событием вечера стали развлекательные программы для детей. Долгожданное открытие новогодней елки в Заполярной столице состоялось накануне. На площади Марацей для жителей-гостей города развернулось целое представление. Вместе со сказочными персонажами танцевали, играли в снежки и пели песни. И вот он, самый главный момент торжества – зажжение огней на новогодней красавице. Чтобы ель и площадь города озарились яркими гирляндами, гостям праздника пришлось изрядно постараться. Сначала станцевать, а затем еще и спеть. Но в финале громко прокричать знаменитую фразу. Раз, два, три, елочка горит! А вот там тетенька одна? Взрослая! Оставив все свои новогодние дела с песнями и танцами, на площадь Марацей пришли и главные герои праздника – Дед Мороз со Снегурочкой. С гостями праздника они тут же пустились в дружный хоровод. Подготовка к открытию главной елки Нинецкого округа шла нешуточная. Уже за месяц коллективы Дворца культуры «Арктика» начали придумывать сценарий, шили костюмы и готовились к встрече с детворой. Боль у нас такая замечательная елочка зажглась наконец-то. Мы столько пытались, пытались, но зажгли. Кстати, в этом году на Центральной площади столицы региона установили новые праздничные конструкции – светящиеся тоннели, нинецкие чумы, новогодние шары и две горки для катания. Жителям города такие изменения пришлись явно по душе. Ну поменяли, добавили чумы, этого как бы не хватало, чумы очень классные. Чум – это символ нашего округа. Очень замечательный праздник, очень все нравится. Классная движуха, классные детишки, классный Дед Мороз и Снегурка. Очень так красиво и необычно, не как обычно. Чё, свыше Новый год? Да. Уже да. Организаторы молодцы, все постарались, все красиво, вообще отлично. Детишки выступили хорошо. И самое главное – настроение новогоднее. Насладиться праздничной атмосферой и вместе встретить Новый год – все это предлагают сотрудники Дворца культуры Арктика. Традиционно на площади Морозы развернется гуляние с праздничной программой, музыкально-пиротехнической постановкой и дискотекой. Мероприятие стартует в час ночи и продлится до пяти часов утра 1 января. Илья Сахаров, Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сладкие подарки, игрушки и средства гигиены для самых маленьких. Депутаты окружного собрания посетили Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Воспитанники и педагоги, в свою очередь, рассказали и показали гостям, как живут. Провели небольшую экскурсию по учреждению. Гости в Центре содействия семейному устройству, особенно в канун праздников, обычное дело. Ребята без стеснения рассказывают, как живут, чем занимаются. Сейчас в учреждении воспитываются порядка 90 детей от рождения до 18 лет. Здесь они отдыхают, коротают свой досуг. Уютные по домашнему комнаты, чистоту и порядок в них поддерживают сами воспитанники. Видно, что все очень заботливо, все от сердца, все от души. Это очень важно. Когда дети порой хотят остаться здесь, они хотят порой ехать домой. Поэтому это говорит о вашем отношении. В канун Нового года принято загадывать желания. Педагогический коллектив для своих воспитанников загадывает здоровье. Выпускникам поступления в вузы, сиротам обретения новых семей о себе сил. Очень много у нас людей, которые нам помогают, приходят не только на праздники, а в течение года. Мы всем рады. Именно что волонтеры, добрые люди приходят, звонят. И всегда мы принимаем их помощь. Всех ждем в гости. Приходите. День открытых дверей, когда у нас есть тоже объявления всегда бывают. И ждем все в гости. Председатель регионального парламента Александр Лутовинов отметил, проживание в учреждении очень комфортное. Педагоги чутки. Конечно, есть проблемы, но при всеобщем содействии их можно решить. Если говорить о педагогическом коллективе, то он действительно здесь. Работает качественно. Работает хорошо. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное с точки зрения обеспечения деятельности данного учреждения. Я полагаю, мы его все вместе не оставим своей заботой и вниманием. В свою очередь глава регионального парламента пригласил старших воспитанников учреждения с ответным визитом в собрание депутатов. Рассказать в рамках программы профориентации ребятам о законодательном процессе в Ненецком автономном округе. До Нового года остались считанные дни. Подготовка к празднику в самом разгаре. Прилавки магазинов пестрят подарками и, конечно, одним из главных атрибутов торжества пиротехникой. О том, как выбрать качественные бенгальские огни или фейерверк, расскажет Наталья Кислякова. Шокирующие кадры. А ведь молодые люди хотели всего лишь запустить фейерверк. Как правило, в такие моменты мало кто думает о технике безопасности, о последствиях использования непредсказуемы. На Ринмар не исключение. Только в прошлом году в окружной столице зафиксированы случаи возгорания жилых помещений по причине неправильного использования пиротехнических изделий. Имел у нас не так давно место быть пожар как раз по причине эксплуатации пиротехнической продукции. Ракета залетела в одну из квартир. И случился пожар. Это случаи нечастые, но, тем не менее, есть о чем задуматься. Чтобы праздник не обернулся трагедией, в МЧС настоятельно рекомендуют тщательно подойти к выбору продукции. Ведь подделки – самое страшное, что может ожидать на прилавках магазинов. Для того, чтобы себя обезопасить, следует подойти к покупке с предельной внимательностью и обратить внимание на упаковку. Надо смотреть упаковку. Упаковка должна быть целая. Полностью. Все быка должны быть ровные, не помятые. Фитиль должен быть внутри запечатанный. Также надо смотреть обязательно срок годности. То есть, если срок годности нет или он подходит к концу, то такие пиротехнические изделия покупать нежелательно. Также должен быть сухой обязательно. Обязательно должна быть инструкция на русском языке и правила утилизации и хранения должны быть тоже на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства. Не следует забывать и о технике безопасности. Прежде чем запустить пиротехнический снаряд, необходимо внимательно прочитать инструкцию. При запуске фейерверка нужно выбрать безопасное место вдали от машин, зданий и мест скопления людей. Сразу после зажигания фитиля отойти как можно дальше. Кстати, полюбоваться праздничным салютом без рисков для жизни можно и в новогоднюю ночь. 1 января для всех жителей и гостей округа на площади Мараце развернется пиромузыкальная постановка «Новогодние узоры». Предновогодняя неделя в округе традиционно полна сюрпризами. Особенно в них нуждаются воспитанники детского дома. Накануне к ним в гости зашли волонтеры благотворительного движения «Добрые сердца» компании «Башня «Эфтполюс» и устроили яркий праздник с конкурсами, плясками и, конечно, подарками. Их купили сами сотрудники предприятия в рамках благотворительной акции «Подарки Деда Мороза». В зале царит полная тишина и напряжение. Пропал главный зимний волшебник Дед Мороз. Теперь ребятам предстоит вместе со Снегурочкой отправиться на его поиски. По сюжету праздника «Снежная королева» заморозила дедушку. И чтобы вновь встретиться с хозяином зимы, нужно пройти снежные испытания. Одно из них – музыкальный паровозик с заданиями. Но когда все трудности позади, загадки разгаданы, испытания пройдены, под бурные овации к детям выходит самый долгожданный герой. Кстати, в новом образе. Здравствуйте, ребята! Значительные перемены в образе Мороза заметили все ребятишки. Дед Мороз стал очень современный, музыкальный и креативный. И виной тому длительный сон. Мне приснилось, что я МС Мороз, и что все везут пельчонки и зайчишки прямо под мою музыку, прямо вот так вот танцуют все замечательно. Дедушка Мороз приготовил для ребят не только зажигательные танцы, но и, конечно, подарки. Как и положено современному Деду Морозу, подарки он заказал по интернету. А доставил их курьер. По совместительству сотрудник «Башнефтьполюс» Дмитрий Коткин. Он вручил ребятишкам сертификаты на посещение нового кинотеатра. А малыши получили именные подарки. Мы, как всегда, пришли в гости в детский дом. Это уже не первый наш Новый год. Когда мы приходим сюда, это всегда радостное событие. Ну и хотим сообщить, что в этом году мы еще заключаем договор с детским домом на оказание благотворительной помощи. И в рамках этого договора детский дом сможет оформить жилые комнаты ребят. Ребята будут участвовать сами в этом. То есть ходить вместе с воспитателями, подбирать себе шторы, аксессуары и так далее. Ну и еще какая-то будет мебель для методических кабинетов. Компания «Башнефтьполюс» с детским домом дружит уже давно. Сотрудники учреждения такой заботе очень рады. Ну, конечно, когда к нам приходят добрые сердца, да, у нас всегда ярко, весело, красочно. Дети полны впечатлений, да. Ну, сами видите, да, если посмотреть у нас какой праздник, веселье. Мы всегда рады вас видеть у нас в гостях. И ребята, по-моему, встречают с душой, да. И самим даже, когда уходя, мы радуемся такому результату. Мне кажется, что вообще здорово получилось. Очень хорошо. Волонтеры движения «Добрые сердца» приезжают к детям не только перед Новым годом, но и 1 сентября на День защиты детей. Кроме того, в рамках благотворительной программы компания помогла сделать ремонт в помещениях детского дома и приобрести необходимый транспорт. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В связи с празднованием Нового года на ряде улиц окружной столицы и районного центра вводится временный запрет движения всех транспортных средств. В Наринмаре ограничение будет действовать на улице Выучейского, участок от улицы Токовылка до улицы Ленина. Запрет вступит в силу 1 января 2019 года и продлится с половины первого до пяти утра. Поселки Искатели перекроют движение на улице Губкина от перекрестка возле здания администрации Заполярного района до дома номер 18 по улице Губкина. Ограничение действует 1 января 2019 года с часа ночи до трех часов. Как отметили в Централизованном стройзаказчике, ограничение вводится с целью обеспечения безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий. Контролировать перекрытие движение будет отдел ГИБДД. До самого долгожданного праздника детей и взрослых Нового года остаются считанные дни. В преддверии самой волшебной ночи года наши корреспонденты провели собственное расследование по истории советских елочных игрушек. И выяснили, почему в 30-е годы на елке стали появляться хоккеисты и клоуна. В 50-е расти кукуруза, горох и огурцы. С подробностями Любовь Пермякова. Тема цирка тоже нашла свое отражение. Вы знаете, что Сталин очень любил цирк. Сталин любил не только цирк, но и хоккей. Поэтому во второй половине 30-х годов 20-го века часто встречаются елочные игрушки с этими сюжетами. На советской елке они соседствовали с новогодними шарами, на которых изображали портреты самих членов ЦК партии – Молотова, Сталина, Ленина. Трудно даже представить, какие последствия могли возникнуть для человека, если он разбивал игрушку с изображением Иосифа Виссарионовича. Хранительница фондов Ненецкого краеведческого музея Светлана Попова показывает нам сундучки с советскими сокровищами. Игрушки, как исторические артефакты, рассказывает нам о событиях прошлого века. Во время правления Никиты Сергеевича Хрущева у нас стали в стране повсеместно высаживать кукурузу. И вот после этого стали в елочных игрушках отображать вот такие вот початки, снапы, продукты, всевозможные продукты питания. В эпоху Хрущева на елках стали расти не только кукуруза, овощи и фрукты, но и сосульки. Они символизировали эпоху оттепели. Кстати, хрущевская кукуруза не прижилась на советской земле, но прочно осела на зеленой красавице. Она стала единственной игрушкой, которая непрерывно выпускалась на протяжении всех лет советской власти. Популярен в ту эпоху был и стеклянный космонавт. После первого полета человека в космос игрушечная промышленность тут же отреагировала на это событие. В производстве советских елочных игрушек началась космическая эра. На новогодних елках теперь вместо звезды красовалась взлетающая ракета. Но не только космические, но и культурные достижения влияли на имидж елки. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь», наверное, где-то есть часики, то стали выпускать вот такие вот замечательные часики. Пять минут, пять минут, ой, часов раздавта стоит. Пять минут, пять минут, помиритесь те, кто в ссоре. После выхода в 1956 году фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» новогодняя игрушка-часы со стрелками висели практически на каждой новогодней елке страны. А позже, в 70-х годах, в наряде зеленых красавиц, первостепенную роль стала играть рождественская и деревенская тематика. В 1980-е и 90-е лидерство захватили шары, колокольчики и домики. Именно в этот период игрушки стали особенно яркими и блестящими. В это же время стал очень популярен дождик из металлической фольги. Часто им так завешивали елку, что ни игрушек, ни зеленых иголок уже невозможно было разглядеть. Тематических игрушек стало заметно меньше. Они становились все более абстрактными, утратив свою былую теплоту. Теперь их не раскрашивали вручную, а выпускали массово в промышленных масштабах. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». До новогодней ночи телезрители смогут увидеть фильм «Хэппи Нью Лайф». Его сняли коллективы телеканалов «Россия-1» и «Ринмар» из «Север». Полудокументальная комедия рассказывает особенности телевизионной кухни и взаимоотношений между сотрудниками. Идея проекта родилась еще осенью 2018 года и почти сразу же началась работа над сценарием. Поиском локаций, подготовкой декораций и распределением ролей. В названии картины «Хэппи Нью Лайф» заключены два значения. Это фраза «Хэппи Нью Е» в переводе с английского «Счастливого Нового Года» и термин «Лайф», обозначающий на телевидении прямой эфир. Итоговое словосочетание полностью отображает то, что будет происходить на экране. По сценарию телевизионщики приехали отметить Новый год на одной из баз отдыха Ненецкого округа. Но праздничную атмосферу прерывает странный телефонный звонок, после которого директор телекомпании отменяет веселье и требует организовать праздничный прямой эфир. Журналисты отправляются на поиски интересных тем для прямых включений. При этом сталкиваются на своем пути с самыми разными проблемами и препятствиями. Решили отказаться от идей «Голубых огоньков», решили немножко покреативить, сделать что-то интересное. И вот таким образом все от простой программы перешло в целый фильм. Если говорить о съемочном процессе, то он был разбит на большое количество дней. То есть все эпизоды с журналистами нашими писались в отдельные дни. Ну и, конечно, массовые сцены, они были очень сложными, потому что нас было очень много. На съемочной площадке, наверное, было человек 30 в общей сложности. Это без артистов Дворца культуры Арктика. С ними нас было действительно очень-очень много. И сам вот этот вот процесс занял длительное время. В съемках фильма помимо работников окружных телеканалов приняли участие творческие коллективы Дворца культуры Арктика. Артисты показали самые яркие номера, подготовленные специально для картины. Особенно напряженными выдались последние дни года, когда съемочные бригады работали сутками без сна и отдыха. Мы впервые работали в таком режиме нон-стоп, когда у нас на сон уходило 30 минут, и мы снова вставали и начинали работать. Самый основной пик работы у нас выпал на последние дни, когда нужно было заканчивать уже материал. Мы очень долго не могли приступить к съемкам, потому что то зима подвела, особо не было снега, то еще город был не украшен, для нас это тоже было важно. И поэтому мы немножко запоздали с финальными съемками, натурными, которые происходили на улице. И самая главная съемка у нас происходила на базе, базе отдыха. И, соответственно, чтобы успеть и не выбиться из графика, нам пришлось работать ночью. То есть приехали туда, мы начали работу в 2 часа дня и закончили на следующий день в 16 часов. То есть ребята, все абсолютно отработали ночную смену. И то, что мне очень сильно понравилось, это то, что впервые, я никогда не видел такой сплоченный коллектив, чтобы работать, так скажем, в нерабочее время. Никто не жаловался, никто не страдал из-за этого. И все были заинтересованы, у всех был азарт в глазах. И все очень хотели отснимать и сделать очень крутой проект. Хронометраж фильма. 2 часа сейчас идет монтаж двухчасовой картины. Ну а 31 декабря в 22 часа Happy New Life покажут в эфире телеканала «Север». Также комедия будет размещена на YouTube-канале телеканала «Россия-1» Нарьенмар. Впрочем, на этом проект не заканчивается. Сразу после Нового года телевизионщики начнут работу на второй частью комедии. Ольга Руссел, Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Сразу же после фильма «Happy New Life» смотрите в новогоднюю ночь на телеканале «Север» телевизионную версию концерта «Добрые песни о главном». Ну а я с вами прощаюсь. Счастливого Нового года и Рождества. Далее прогноз погоды. Спонсор – медицинский центр «Решма». Антон «Решма»